Дорогие друзья, привет всем! Мы продолжаем рубрику на канале, которая называется «Встреча с замечательными людьми». Сегодняшний гость настолько знаменит в наших кругах, вот вокруг математики, физики, ну и вообще всех наук, что в сущности, наверное, его и не надо представлять. Тем не менее, это Андрей Михайлович Райгородский, который является директором физтех-школы прикладной математики МФТИ, то есть физтеха. Кроме того, у Андрея Михайловича огромное количество разных титулов, там, наград. Например, Андрей Михайлович является лауреатом премии президента РФ. Вот, это просто в качестве одного из примеров. Ну, я по старой дружбе позволю себе называть Андрея Михайловича на «ты», потому что знакомый я с Андреем Михайловичем очень давно. И как мы познакомились, я думаю, что мы еще в конце этой передачи расскажем. Так что, Андрей, дорогой, расскажи о себе вкратце, вот если бы ты себя представлял, там, тебе дали бы минуту, чтобы ты успел сказать, кто ты. Не, ну, слушайте, ну в каком смысле, кто я? Я человек, прежде всего, довольно веселый, очень люблю читать лекции разные, в основном по математике. Я думаю, что, может быть, некоторые из присутствующих что-нибудь дослышали. Вот, титулы перечислять, ну, глупо, наверное. Если должности на физтехе, ну, их полно, да, я директор физтех-школы, кстати, она не просто прикладной математики, а еще и информатики. Она такая у нас мощная физтех-школа. Да, 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 но я там еще заведую кафедрой дискретной математики, у меня есть лаборатория, продвинутая комбинаторики и сетевых приложений. Много чего есть. Физтех – это вообще отдельная история, конечно, мы про это, видимо, поговорим, целая вселенная, конечно. Обязательно, обязательно. Физтех – отдельный вопрос. В общем, то, как сейчас развивается физтех, в том числе, прости господи, и нашими усилиями, в общем, это, конечно, классно, очень интересно. Вот, а так, ну, человек как человек, в общем. Что, тебя представляют? Андрей Михайлович очень скромный. Но я начну издалека. Итак, Андрей, дорогой, ты закончил не 57-ю школу, нет? Один. И не школу номер 179. И даже не вторую школу. А какую школу ты закончил? Я закончил французскую спецшколу. Она была сначала номер 18, потом как-то перенумеровалась. Перестала называться французской спецшколой, стала называться школой номер 1275. Вот, но, тем не менее, французскому меня учили неплохо. Вот, у меня был в какой-то момент такой, ну, не знаю, что ли, поползновение, такая возможность перейти в какую-то матч-школу. Но я подумал, что я лучше французский доучу, а потом уже буду спокойно заниматься математикой. Я, в общем, нисколько никогда не пожалел. На самом деле, французский до сих пор знаю очень прилично. И не то, чтобы это прямо сильно помогает в каком-то бизнесе или в каких-то лекционных моментах. Хотя я читал несколько лекций на французском, в том числе, будучи во Франции. Вот, ну, это забавно. Французы очень любят, когда им читают на их родном языке, они просто тащатся от этого, да. Вот, но это так, это скорее развлекуха. В общем, я даже перевел песню «Хотят ли русские войны» на французский язык. Вот Саватеев хотел, чтобы я ее спел, но петь я ее не буду. Ну, спой одну строчку, вот припев спой там. Я понимаешь, почему не хочу петь? Я не хочу петь, потому что я не очень хорошо пою. Поэтому я лучше все-таки петь не буду. Ну, Алексей правильно сказал, я очень скромный человек. Я, в общем, нет, петь я не хочу. Вот, но я действительно взял в последних классах школы, когда уже мог учиться в какой-нибудь там 57-й или где-то. А математикой я увлекался с детства, на самом деле. Вот, я взял эту песню, она мне нравилась. И перевел на французский язык, неделю переводил. Ходил там, переводил, думал, как правильно там срифмовать, чтобы получилось и по тексту хорошо, и по сути. Вот, ну, в общем, что-то получилось. Это расплавило сердца бельгийцев, которые, значит, когда я стажировался в Бельгии 15, сколько лет назад уже, ну, типа 15 лет назад, и Андрей Михайлович приезжал ко мне в гости, значит, делать лекцию, но потом была, ну, там, посиделка, понятно. И вот, значит, сердца бельгийцев были просто, они растаяли, когда Андрей Михайлович спел просто, они проследили. Ну, кстати, мы долго довольно обсуждали вопрос, на каком языке мне читать лекцию, но поскольку там были иностранцы, иностранцы по отношению к Бельгии, которые французского не знали, то решили, что я должен читать по-английски. Ну, по-английски я тоже могу, причем, кстати, интересно, английскому-то я научился уже поздно. То есть, если французский в спецшколе начинал изучаться со второго класса, то английский нам прикрутили к дедклассе в десятом, и, в общем, прикрутили довольно хреново. То есть, английский там был так себе, dog, cat, ну, типа того. Integral. А, нет, Integral не было, потому что... Не-не-не-не, по большому счету я научился говорить по-английски уже, когда стал заниматься математикой, ездить по конференциям, делать доклады. В общем, как-то само получилось. То есть, в университете, конечно, учили, вроде как, и в школе что-то было, но это все не то. Ну, а французский... Знание французского очень помогало, на самом деле, в изучении английского языка тоже, потому что там много общего, конечно, и по грамматике, и по словам, хотя произношение совершенно, естественно, разное, но к этому тоже можно привыкнуть. Вот. Ну, как вот математика к этому прикручивается, ну, вот так вот очень естественно прикручивается. Но это, может, Алексей хочет отдельно спросить, я не знаю. Ну, вот, да, у меня единственный пример. Вообще, во всей, мне кажется, что во всей округе я не знаю никого, кто дошел до настоящих высот научных, кто при этом в матшколе не учился. Ну, нет, может, я, конечно, кого-то не заметил, но вот я не могу привести пример, не могу вспомнить никого, кроме тебя. Вот. И вопрос такой, как вот, как бы первый барьер-то, наверное, на Мехмате был какой-то? Или ты очень хорошо учился в школе дополнительно на каких-то кружках? То есть, как бы вот... Не могу сказать, что я как-то особенно учился дополнительно. Да, я увлекался, увлекался, мне как-то легко это давалось с детства прямо, ну, я не знаю, я и читать, и считать, наверное, в три года или в два года даже научился. И, в общем, к шести годам я знал и отрицательные числа, и какие-то более продвинутые операции, там, всякие возведения в степени и прочее. К вопросу о любви к музыке. Музыку-то я люблю, мы это еще, можете, обсудим. Вот. Уроки музыки, уроки пения в школе я ненавидел. Кого ненавидел? Уроки пения в школе. А-а-а. Уроки пения в школе я ненавидел, они были ужасные. Я была плохая учительница, и я к этому относился совершенно так, как бы это сказать. Ну, не наплевательски, а мне просто вот, ну, совсем меня трясло, и я сидел на уроке, и вместо того, чтобы петь, считал, возводил двойку в степень, тройку в степень, докуда дотянул. Довольно забавно. Ну, во втором классе, там, в каком-то, в первом-втором классе сидел, возводил двойку в степень. Я до сих пор поэтому радую слушателей на каких-то лекциях, типа, ну, миллион сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят шесть, там, типа, это два в двадцатый. А тройку, например, тройку в десятый, ты до сих пор помнишь или нет? По-моему, пятьдесят девять тысяч сорок девять, но могу ошибаться, если честно, вот это я не уверен уже. Когда-то Андрей... Уже не уверен, но что-то в таком духе, да. Меня когда-то Андрей Михайлович убил тем, что он знал все квадраты от одного до ста, не в смысле, что десять квадратов, один, четыре, девять, шестнадцать, двадцать пять и так далее, а квадраты всех чисел от одного до ста наизусть, которых сто. Ну, ладно, друзья, я хочу сказать, что вот такой дисклеймер, это все-таки не математика. Нет, ну да, конечно, это так, это хобби. Это не настоящая математика, в общем, математик может вообще не уметь читать и быть очень крутым. Это тоже, я надеюсь, что слушатели понимают. На моем канале понимают. Очень хочется донести эту мысль, что математика это в первую очередь именно способ мышления и построения каких-то логических конструкций, нежели умение подсчитать два в десятой степени и два в двадцатой. Ну, два в десятой, все знают, конечно, тысяча двадцать четыре, это понятно. Да. Да, у меня на музыке была отличная история, мы там пели эти всякие, ну, какие-то песни, там, октябрь впереди, там, ну, что-то такое. Вот, и как-то вышло так, что не хотелось петь, и мы украли из кабинета труда кувалду и сняли, отвинтили верхнюю крышку, значит, ну, граммофончика. Изо всех сил туда долбанули кувалды, там, все разнеслось, стекло там все это в дребезги. И аккуратно поставили верхнюю крышку наверх, обратно. И пришла учительница, ставит пластинку, начинает заводить, и она не едет, ну, там не работает механизм. Что-то, говорит, сломался, что ли. А мы сидим, расползаем уже от хохота, значит, под партой. И это вроде даже чуть-чуть запустилось, видимо, каким-то остаточным там, я не знаю, чем-то. И так, смело того! Ну ладно, про карнавальную часть мы сейчас... Ладно, ладно, да, но бывают такие истории. Я лучше хочу, значит, расспросить тебя. И вот ты попал не из мат-школы, на мехмат. И уже спустя три года у тебя появилась первая публикация в рецензируемом журнале. Я правильно понимаю? Ну, значит, скорее история была такая. Я могу рассказать в относительных подробностях. И почему так получилось, и что получилось. Вот давай расскажи, это очень интересно. Это действительно классно. На самом деле, конечно, когда ты поступаешь в какое-то учебное заведение, и начинаешь заниматься там любимым делом, очень важно, чтобы нашелся человек, который тебя ведет. Но мне просто на самом деле очень повезло. И мне повезло с научным руководителем. Кстати, Мощевитин, который был моим научным руководителем, профессор сейчас на Мехмате. И на Фистехе у меня тоже работает по совместительству Николай Германович, такой замечательный математик. Тоже, в общем, не учился в какой-то знаменитой математической школе и тоже стал вот таким достаточно выдающимся специалистом. Да, на самом деле это часто бывает. Но это в сторону. Это-то в сторону. Важно другое. Важно то, что он меня просто вот зажег в каком-то смысле. То есть я любил там, может быть, двойку возводить в степень. Я, конечно, понимал, что такое математика в целом. Но вот что такое доказывать теоремы, как вот это интересно, как это прекрасно, это, конечно, огромная заслуга Мощевитина, что он мне в каком-то смысле это заложил. Вот, я пришел к нему на втором курсе, как положено, перед распределением на кафедры. Я ходил к нему на спецкурс. Вот, сказал, что мне очень интересно, я хотел бы позаниматься с ним какой-то задачей. И он так как-то вот прямо пламенно это произнес. Ну, слушайте, у вас к пятому курсу должна быть, тогда было пять курсов, да, специалитет. У вас к пятому курсу должна быть готова кандидатская диссертация. Это совершенно очевидно, в общем. Слушайте, а я тут не отвалился? Нет, меня слышно нормально? Я слышу отлично. А, ну, очень хорошо, потому что ты у меня на экране замер, поэтому я решил, что, может быть, меня не слышно. Видно, слышно, все хорошо, да? У меня все, на моей стороне все слышно, отлично. Вот, на самом деле на меня это произвело, конечно, несколько такое впечатление тоже, как кувалдой, про которую сейчас Саватеев рассуждал. Вот, но с другой стороны как-то вот, понимаете, а-а-а-а-а-а. И вот я занялся первой задачей, которую он мне поставил, занялся еще весной своего второго курса. Это, получается, какой год, значит, 93-й, 94-й, это первый курс. Значит, весна 95-го года. Да, весна 95-го года. Вот я занялся этой задачей. Я просто все время ей занимался, вообще все время. Не то, чтобы я там бросил учебу, но на фоне все время вот где-то там сидела эта задача. Я про нее постоянно... А я про нее постоянно рассказываю, на самом деле. Я очень люблю на лекциях рассказывать про эту задачу. Это система общих представителей. То есть это не храматически? Я не знаю, слушатели, которые вот там на твоем канале меня слушают, наверное, не все слышали мои лекции, но если где-то поискать там какие-нибудь записи, наверняка найдется это. Я очень часто в разных городах про это рассказываю. Очень красивая тема. Я ее перевел на такой потом олимпиадный язык, потому что олимпиадами я тоже стал заниматься вот так вот, войдя в науку, и стал заниматься очень много. И сейчас активно работаю с топовыми школьниками, очень люблю это дело. Но это пришло вот именно с занятием наукой. И, соответственно, популяризировать я люблю как раз то, что я сам когда-либо делал. То есть вот если я доказывал какие-то результаты, то я стараюсь взять оттуда выжимку, которую можно рассказать людям. Рассказать так, чтобы они поняли и прониклись вот этим катарсисом. Да, катарсисом. Когда ты прослушаешь что-то совершенно такое запредельное, а потом пах, и вдруг понял. Вот это вот. Это задача о выборе команды? Задача о выборе команды, да. То есть это задача о том, как выбрать команду для участия в олимпиаде, если ты хочешь, чтобы в этой команде были представители, умеющие решать лучше всех среди твоих школьников, ну или студентов, неважно, задачи по какому-то конкретному предмету. То есть чтобы в команде были и лучшие комбинаторщики, и лучшие геометры, и лучшие числовики и так далее. Ну вот по некоторому принципу мы их отбираем. Это вот задача о системах общих представителей. Я там кое-что сделал. Но вот радость открытия, конечно, это ни с чем не сравнить. То есть это случилось где-то, я уж сейчас не помню, то ли в конце июня, то ли в конце июля. Я тогда сидел на даче на другой. Вот я сейчас сижу на даче, то у меня была другая дача. И вдруг меня наконец осенило. Я понял, как нужно это сделать. Это, конечно, удивительное совершенно чувство. Ну и дальше пошло оно уже как-то по экспоненте. Я понял, что действительно, в общем, ничего такого нету, чтобы сделать диссертацию к пятому курсу. Почему бы нет? Но потом еще был один, конечно, замечательный прорыв тоже. Любимейшая моя тема, про которую я всем рассказываю, это, конечно, проблема Борсука. Во-во-во-во. Тогда только-только нашли первый контрпример. Это 93-й год. Кан и Калай построили контрпример к гипотезе Борсука о разбиении тортиков на кусочки меньшего диаметра. Вот как я люблю везде рассказывать. Вот. И мне вот Мочевитин и Далбилин, который очень пропагандировал эту задачу, Николай Петрович Далбилин, такой замечательный тоже математик, в стекловке работает, ну, Мехматина, долю ставки. Вот. Они предложили подумать над темой, а нельзя ли уменьшить размерность контрпримера. И вот это был... А какой размерности был тортик? Вот первый, вот Кана и Калаи. Кана и Калаи 2015. Это очень смешно. Ну, да, вот это я люблю рассказывать, всю эту последовательность понижения размерности. Мой рекорд был в 97-м году установлен. Тогда получилось 561 сделать. 561-й одномерный тортик? Да, 561-й одномерный тортик. Моим-то слушателям, я думаю, не надо объяснять, что размерность – это не размер. Вот. Ну, то есть размерности 561 можно привести конкретный торт, который нельзя разбить на 562, да? Да, на 562, чаще меньшего диаметра, да. Вот так. Вот просто можно руками его привести. Ну, диаметр – это максимальное расстояние между точками внутри множества, или там супремум, если более точно. Ну, да, диаметр не только у шаров бывает, у любых множеств. Это просто максимальное расстояние, которое можно внутри множества пройти. А дальше выяснилось, что вот на самом деле, вот, так сказать, это… То есть размерность снижалась-снижалась, а количество частей, оно пошло по экспоненте, да, на самом деле? То есть на сколько частей… Не по экспоненте. Там константа в степени корень из размерности – нижняя оценка, и константа в степени размерность – верхняя оценка. То есть там оценки пока очень сильно разнятся по скорости роста, и, в общем, совершенно непонятно, то ли это экспонента, то ли это реально субэкспонента. Пока никто не умеет с этим справиться. Ну, в общем... Никак нет, плюс один, естественно, уже. Нет, нет, уже вообще непонятно. Никакой красивой функции там теперь никто не ждет, конечно. В этом смысле задача потеряла некоторую яркость. Но задача безумно красивая, конечно. И какая уж там функция не так важна. Важно, что вокруг, так сказать. Это действительно глубокая математика, связанная со многими разными вопросами. В том числе и прикладными, если это важно. А к прикладному мы в следующем пункте. Мы пока вот... Сейчас будет про науку, а третий пункт будет уже про приложения. Хорошо, да. Ты как бы получил некоторое количество результатов в красивейшей абстрактной комбинаторной геометрии. И к пятому... Ну, можно и так сказать, да. Да, можно и так сказать. Я что хочу сказать. Я не довел до конца рассуждения про публикации. Статью там подали сразу. И это было, соответственно, между вторым и третьим курсами моими. Ну, вот лето вот это. Мы написали статью и подали ее. Другое дело, что она пролежала очень долго. Там как-то журнал тормозил. В общем, она вышла только в 99-м году. А первая статья, которая у меня вышла, если не считать тезисов конференции, которая, в общем... Ну, это не статьи, по большому счету. Значит, первая статья, наверное, была все-таки про Борсука. Потому что она вышла мгновенно, как вещь какая-то совершенно приоритетная. И это произошло в 97-м году. То есть я был на четвертом курсе тогда. А, ну да, все равно. Я, так сказать, довольно мало народу на четвертом курсе уже натурально публикуют статью. Не пишут там какие-нибудь курсовые, а прям натурально. Так что да, это вот меня, так сказать, меня это впечатлило очень, когда я с Андреем Михайловичем познакомился. Уже на момент поступления в аспирантуру у меня этих публикаций было фактически четыре. Значит, практически вышла вот эта самая первая, которая долгостроем пролежала почему-то в журнале. Вышло ее следствие про дефекты. Вот дефекты – это тоже то, что я делал на основе науки про системы представителей. Вышла в очень хорошем журнале, математическом сборнике. Вот. Большущая статья там на 40 страниц была, а на 30, я уж сейчас точно не помню. Но порядком, в общем, такая приличная по размерам. Вот. И что еще? Вышел вот этот борсук. И, наверное, все-таки три. Вот к моменту выступления в аспирантуру, наверное, три. Но это уже достаточно, на самом деле, для защиты кандидатской. Да, это достаточно. В принципе, этого было достаточно. То есть, по большому счету, потом я добавил в кандидатскую только уже, ну, так, немножко. То есть, Массивитин был прав. Он был прав, да. Он был прав. Он был готов к этому курсу. Ну, да. Да, это и есть катарсис в данной истории. То есть, именно так и получилось, да. То есть, меня сначала кувалда огорошило, а к пятому курсу получилось ровно так, как и было сказано. То есть, ничего в этом такого запредельного на самом деле нет. Вот. Ну, а дальше, конечно, уже пошла вот эта и популяризация, там, всякие поездки по стране и так далее. Это, конечно, пошло. Ну, вот, кроме популяризации, которой Андрей Михайлович тоже занимается, на более высокой ступени. У нас, как бы, ну, в стране три таких главных популяризатора. Андрей Михайлович, я и Коля Андреев. Ну, так я условно говорю, конечно, есть еще десяток других. Но, в целом, идея такая, что Андрей Михайлович популяризирует такую уже серьезную науку. Я такую, то такую, то сякую, а Коля Андреев умеет просто совсем на пальцах показывать огромной аудитории, очень далекой даже от математики, какую-то такую неожиданную красоту построения, типа, там, почему вот именно так устроены колеса поезда, там, ну, в общем, что-то прямо из быта. Вот. Но, на самом деле, Андрей Михайлович чрезвычайно близок к практике. Из нас троих не близок к практике, пожалуй, только я, да и то по модулю всяких телеско-игровых измышлений. Вот. И про практику мы еще поговорим, но пока давай подведем итог. Сколько у тебя сегодня статей научных книг? Ну, вот теперь уже я так не могу сходу сказать. Примерно, примерно. Больше двухсот. Больше двухсот. Больше двухсот. Для сравнения, у меня пятидесяти не наберется. Дальше. Сколько у тебя книг? Тоже сложный, на самом деле, вопрос, потому что многие переиздавались. Ну, то есть, они переиздавались не просто, ну, так вот взяли и переиздались. А там я что-то добавлял, что-то менял. То есть, в каком-то смысле при переиздании получалась чуть-чуть новая книга. Если с учетом переизданий, то около двадцати пяти. Ага, а если, например, попробовать выделить, ну, несколько вот... Если попробовать выделить, я думаю, что штук двенадцать-тринадцать получится. Но я точно не скажу это, надо смотреть по моему списку. Ну, да, ну, крутяк, да. У меня одна вот книга, которую писали там всем миром в десятером, это вот «Математика для гуманитариев». И еще я, на самом деле, мы с Андреем Михайловичем соавторы в книге комбинаторика, в которой я написал всего три страницы. Но по некоторым причинам я не хочу углубляться в вопрос, что там было и за что меня Андрей Михайлович включил в соавторы, при том, что я написал всего три страницы. Вот. Это вы сами узнаете, когда почитаете эту книгу, и заодно вот вы сможете высказать гипотезу. Вот кто прочтет и скажет... Поступите на физтех и послушаете мою лекцию по основам комбинаторики и теории чисел. Там будет мой сюжет, который вошел. Так, и последний вопрос. Сколько у тебя учеников в том смысле, что, например, сколько защитило кандидатскую и сколько защитило докторскую при твоем непосредственном наблюдении? Это я помню. Мы сейчас подаем заявку на некий грант, и там это просто нужно было вписать, поэтому я помню, буквально вчера это подсчитывал. 27 у меня уже защитилось кандидатов, из них трое доктора. 27 кандидатов, да. У меня сейчас пишет первый ученик за всю мою жизнь. Кажется, все-таки напишет кандидатскую, и может быть мы защитимся в течение года двух-трех, я не знаю. То есть у меня вот первый появился первый аспирант, который... Ну, даже не аспирант, а взрослый человек на самом деле, который будет защищаться, дай бог. У Андрея Михайловича 27. А докторских? Я говорю, из них трое докторов. А, трое докторов. Трое стали докторами. Круто. Вот. Но это все было про чистую науку. А вот теперь мы переходим к тому, что на самом деле много лет назад, году это к седьмом, восьмом или девятом, Андрея Михайловича позвали почти одновременно, как я понял, на физтех и в Яндекс, да? Ну, да, это произошло в седьмом году, когда планировалось создание школы анализа данных, и я, в общем, тоже находился как бы у истоков этого мероприятия. Вот. Позвали, да, создавать школу анализа данных, но я-то уже к тому времени скумекул, у меня уже было, да, уже довольно много было учеников, я кандидатскую в 2001 защитил, соответственно, значит, к седьмому году я не так долго работал, но у меня уже было довольно много учеников, и остро стоял вопрос о том, а как я их трудоустрою после того, как они закончат свое обучение. На тот момент вот я работал на Мехмате, и, к сожалению, никакого представления о том, как можно трудоустроить человека после университета нету, очень трудно. Да. Вот, это целая история, и тут вот я стал искать, где можно хоть какую-то движуху развить. Приглашают меня в Яндекс, и я понимаю, это же место, где можно попробовать создать лабораторию. Лабораторию, где можно было бы и спокойно наукой заниматься, и в то же время какие-то результаты этой науки отдавать компании для того, чтобы, ну, она улучшала там свое качество поиска, еще что-то. И, в общем, да, мы выступили с таким предложением. Нам в 2007 году компания дала как бы грант сначала, то есть такой договор просто внешний, типа ГПХ, на котором мы трудоустроились на несколько месяцев. Задача была в том, чтобы продемонстрировать, что мы можем делать, в том числе и прикладные проекты. Нам было предложено поискать линковые кольца. В интернете линковым кольцом называется какая-то такая конструкция, в которой спамеры, ну, вернее, не спамеры, а накрутчики, значит, продают ссылки. То есть у вас есть, условно говоря, одна доля, состоящая из тех, кто продает ссылки, другая доля, состоящая из тех, кто их покупает. И вот много-много ребер между этими двумя долями получается такая двудольная почти клика. Она маскируется под что-то естественное, типа некоторого сообщества в интернете. Ну, сообщество, понятно, тут у вас, например, любители советского кино, а тут, значит, их любимые сайты, на которые они ссылаются. Вот, поэтому их как бы трудно отловить. Но вот у нас был некий алгоритм, с помощью которого мы наловили бешеное количество этих двудольных клик, среди которых были и хорошие, и плохие. И дальше была математика большая, как расклассифицировать эти двудольные клики. Я про это тоже безумно люблю рассказывать. Это большая тема про веб-графы. У меня есть и курс на нацплатформе открытого образования про это дело, и куча публичных лекций, в которых я рассказываю о том, как строить модели интернета, вот в тот момент я стал заниматься случайными графами, связанными с моделями интернета. Вот, и мы развили эту науку очень круто, на самом деле. Вот, но поскольку внедрение в итоге, в общем, состоялось, то есть действительно получилось немножко улучшить качество поиска за счет отлавливания вот этих вот нехороших спамеров, нехороших накрутчиков линковых колец, в результате нам открыли лабораторию в Яндексе. То есть это произошло 1 июля 2008 года. Вот, а в тот же самый момент создавался факультет инновации высоких технологий, известный как FIFT, конечно. Вот, и это факультет на Фистехе. И Яндекс уже к тому моменту реализовался там как магистрская кафедра, как кафедра в магистратуре. На Фистехе замечательная совершенно система этих базовых кафедр, когда есть организации, которые на своей площадке, начиная с третьего курса, просто обучают студентов своим скиллам, своим знаниям, своим умениям и так далее. То есть выделяется прямо особое время, дни в течение недели, когда человек учится не на самом Фистехе, а на базе вот того предприятия, которое открыло кафедру. Ну и, соответственно, вот ребята могут ездить, скажем, в Яндекс в качестве такой вот замечательной кафедры и там учиться. И они задумали открывать еще и бакалавриат. И вообще они сказали, нам очень нужна дискретная математика. Нам очень хочется, чтобы на младших курсах людей действительно учили серьезной, хорошей дискретной математике, которая крайне важна для того, чтобы закладывать основы информатики, для того, чтобы создавать правильное мышление в этом направлении и так далее. Это сказал Яндекс. И в 2008 году, ну, хотели сразу открыть мне кафедру, значит, под вот такое вот дело на Фистехе, но там по техническим причинам прямо сразу кафедра не получилась, поэтому мы это назвали специализацией в рамках кафедры Яндекса и начали потихоньку развивать дискретную математику на Фистехе. Но вот во что это вылилось, это сейчас, я думаю, все могут видеть. На самом деле получилась совершенно, конечно, эта грандиозная конструкция, которая теперь называется Фистехшкола прикладной математики и информатики, в которой есть масса очень крутых направлений, но вот и директором которой в итоге оказался ваш покорный слуга. Вот. Но это большая длинная история, я ее не собираюсь пересказывать. Вот. Важно то, что сейчас, конечно, ФПМИ – это абсолютный лидер, конечно, в области и дискретной математики, и чистой математики, и ее замечательных приложений, и это построено очень таким естественным, очень живым образом, то есть у нас есть и академические кафедры, и кафедры индустриальных партнеров, и они тоже образуют замечательный двудольный граф, но не линковое кольцо, конечно, а такую конструкцию, которая сама себя усиливает. То есть академические структуры помогают индустриальным решать их животрепещущие задачи, индустриальные помогают академическим находить в том числе и приложения для своих замечательных, иногда слишком абстрактных изысканий, то есть даже когда кто-то называет себя прикладным математиком, это еще не значит, что он что-либо из своих результатов где-либо приложил, поэтому очень важно, конечно, чтобы у людей возникали и такие задачи, которые прямо индустрии востребованы. И вот сейчас, конечно, на физтехе эта система реализована практически идеально, и это просто подтверждается тем, насколько мощно и строятся новые лаборатории, кафедры в нашей школе, и как приходят к нам лучшие школьники, но они просто понимают, где движуха, где жизнь, так сказать. Как поступить на физтех? Вот расскажи еще такую вещь, потому что, да, то, что ты рассказал, ну там нормального человека должно сразу же сподвигнуть мысли, что надо на физтех идти. Ну вот, допустим, я школьник, и я хочу попасть на физтех, я в девятом классе, что мне делать? Нет, ну это уже такой вопрос, скорее, технический, понимаешь, делать надо, любить науку, любить математику, любить информатику, там, ездить по каким-то крутым топовым школам, да, которые и мы проводим, например, по комбалгам, да, вот есть комбинаторика и алгоритмы, такая школа, которую я провожу с 2008 года. И я ни разу не пропустил ни одного. Вот, да, Алексей там бывал каждый раз, конечно, да, да, замечательная совершенно. Ну, масса есть школ, в которые стоит ездить. А с технической точки зрения, ну, конечно, надо выступать просто на топовых олимпиадах. Лучше всего победить во всероссе, тогда, в общем, никаких... Да, видите, очень простой, в принципе, есть рецепт попадания на физтех, чрезвычайно простой. Вы даже не побеждаете, а просто становитесь призером в всероссе. Да-да-да, призером достаточно, конечно, да, призером достаточно. Если не получится, вы можете попытаться сдать ЕГЭ на 300, а сколько? Ну, это зависит от года. Я бы не стал вот эти баллы как-то специально афишировать, педалировать и так далее. В прошлом году они были такими, в этом году они будут другими. На самом деле, любить математику или информатику, ездить по школам, это очень важная вещь, потому что вы как бы становитесь членом нашей группы, группировки, да, нашего сообщества заранее. И мы уже знаем, что вы хотите к нам мотивированы, и мы вас, соответственно, больше хотим. И в этом случае баллы, это важно, конечно, баллы ЕГЭ, да, и участие в Олимпиадах, но это совершенно этим не ограничивается. То есть, например, в прошлом году, когда у нас были действительно зашкаливающие вступительные баллы, мы взяли всех, кого хотели, потому что просто выделили 30 грантовых позиций. То есть человек формально учится как платный, да, но платим мы, а не он. Вот так. Вот это то, что я хотел, я к этому хотел подвести. Не обязательно выигрывать Олимпиаду и даже набирать какие-то запредельные баллы на ЕГЭ, если вы, например, если вы на школе Камбалк или в Сириусе, ну где-то еще, где мы присутствуем с Андреем Михайловичем из команды. Мы присутствуем везде, все лучшие школы мы знаем. Если вы проявили себя перед нашим лицом, ну, например, не знаю, сдали пять зачетов на Камбалке и сделали это два или три раза подряд, да? Ну, конечно, да, но знаю я человек, не я знаю, кто-то знает, кто-то мне порекомендовал. Мы с человеком побеседовали по-доброму там, я не знаю, просто вот мило побеседовали, что человек хочет от жизни. И я чувствую, что да, вот он действительно наш человек, все, мы поможем обязательно. Да, то есть не отчаивайтесь. Даже если вы не можете выиграть сервис, это только означает, что вы, ну, как бы, если вы любите науку и не можете выиграть сервис, значит вы, ну, такой, как бы, тихо ход, это нормально, да, вы сидите на проблемы и решайте, вы не можете сходу, я не знаю, например, вот я на все расе слил, все, у меня не было, вот я один раз на него только попал, на Всесоюз, и во второй день ничего не решил, что-то как-то мы ночью подушками дрались, ну, в общем, первый день я хорошо очень нарешал, там, между первым и вторым дипломом, если экстраполировать это же на второй день было бы, но во второй ничего не решил, потому что просто спал, и как бы, на самом деле, вот это вот навык быстро сосредоточиться и решить несколько задач, это очень специфичный навык, совершенно необязательный для того, чтобы заниматься наукой, и Андрей Михайлович, он очень-очень трепетно относится к ребятам, которые не могут решать быстро, но могут решать, и вот это я думаю, что ты подтвердишь, да, это, то есть это как бы... Ну, я это, безусловно, подтвержу, я больше того скажу, все-таки вот это не пиар, это жизненный принцип нашей физтех-школы, мы трепетно относимся к каждому, кого взяли в наши стены, то есть это... это точно так, и я за этим лично действительно слежу, очень важно, что у человека должна быть своя индивидуальная траектория, у нас очень гибкое отношение, в том числе даже к наполнению учебного плана, то есть если мы понимаем, что человеку где-то нужно что-то чем-то подменить, мы это легко делаем, у нас очень много разных направлений, заточенных как бы под разного заказчика, от чистой математики до совершенно чистой проги, да, через какие-то исследования в Яндексе, Абби, ВКонтакте у нас открыла лабораторию, Россельхозбанк сейчас открыла лабораторию, Сбербанк, Сбертех, там 1С, куча компаний, все стараются быть на нашей площадке, потому что они чувствуют вот эту гибкость, они понимают, что они могут подобрать для своих студентов правильный конструктор, вот как собрать курсы, которые им нужны, много разных направлений есть, там ПМИ, прикладная математика, информатика есть, ПМФ, прикладная математика, физика и ВТ, информатика, вычислительная техника, но и они еще там подразбиваются на отдельные кусочки, где более чистая математика, где более чистая прога, но это не значит, что мы их посадили вот по клеточкам людей и все, вот они в этих клеточках сидят. Нет, это на самом деле возможность между клеточками еще лавировать по самым разнообразным траекториям, и мы за этим стараемся следить и людям помогать в зависимости от того, чем конкретно они хотят заниматься, в какой лаборатории, на какой кафедре они трудятся, а лаборатория это не просто унылая лаба, это такая современная научная, современное научное подразделение, в котором люди занимаются крутой наукой или крутыми исследованиями или крутыми внедрениями в зависимости от специализации лаборатории и получают что за это деньги, то есть причем такие рыночные деньги, хорошие, у нас люди избалованные на самом деле, вот так что тут, конечно, круто, вот так получилось, да, сейчас в физтех абсолютный лидер, конечно. Но еще я хочу заметить, что я неожиданно обнаружил некоторое время назад, что мой научный руководитель Смехмата, который меня прогнал как совершенно неспособного к написанию диссертации человека, Алексей Игоревич Бондал, которого я очень уважаю и люблю, и он совершенно за делом когда прогнал, он находится у Андрея Михайловича на физтехе, и Дубнов стал, мой друг Друган, Дима Дубнов, тоже там ведет. Да. То есть вообще там и частично, и... Нет, он не просто находится на физтехе, а он руководит лабораторией. То есть эта лаборатория одна из лабораторий, которые открыты на площадке МФТИ. Да. Так получилось, что конкретно эта лаборатория приписана административно, так сказать, не моей школе, но это совершенно ничего не означает. То есть она... Ну, шалопитив, да. На школе, да, это как бы неважно. Она находится при кафедре высшей математики, так получилось просто из некоторых соображений. Но у нас есть масса других и чисто научных лабораторий и прикладных. 21 лаборатория в общей сложности, 28 кафедр. То есть разнообразие высочайшее. И мы растем и продолжаем привлекать партнеров. Вот буквально на этом карантине, казалось бы, все должно было остановиться, но вот в этом направлении, которое IT, математика, да, все развивалось очень активно. Конечно, многое онлайн, поэтому многое продолжается. Кстати, вот если... Нет, все фактически продолжалось. Пооткрывали лабораторию буквально на карантине, то есть не скукожилось, а разрослось. Надо сказать, что кто хочет продолжить разговор о науке и практике, у Андрея Михайловича есть книга с авторством Снелли Литвак, которая называется «Кому нужна математика?» Ну, это для начинающих, да. Это для широкой публики, скажем так. Потому что меня часто спрашивают, типа, ну а где в математике для гуманитариев что-нибудь про практику? Я говорю, нет, это, пожалуйста, к Андрею Михайловичу вот в эту книгу. Я всегда ссылаюсь на нее. Вот. То есть это совершенно, так сказать, Андрей гораздо ближе к практике, чем я. Несмотря на то, что его задачи, которыми он теоретически занимается, они, ну, совершенно выглядят абстрактно, полностью, ну, всецело абстрактно. Но просто так устроена сегодняшняя жизнь. В ней вот эти все многомерные, казалось бы, несуществующие пространства, это, там, часто это просто огромная система линейных уравнений с большим числом неизвестных, которые где угодно, от нейросеток до чего вы хотите. Вот. Так что, значит, вот это вот, так сказать, эта часть… Ну, да, конечно, кстати, про нейросетки из наших больших таких онлайн-начинаний, которые я с радостью порекламирую, это, конечно, Deep Learning School, школа глубокого обучения, но она на русском языке, я так ее назвал, DLS. Просто сайт, на котором она расположена, он DLSchool подряд, без всяких точек, там, DLSchool.org. И это история про то, как строить нейросетки, про то, как делать машинное обучение, в итоге искусственный интеллект. Вот. Причем история как для совершенно начинающих, там прям все рассказывается с нуля, включая математику, которая за этим стоит, а она хорошая. Вот. И, в общем, это во многом ориентировано на школьников, ну, начинающим, может быть, кто угодно, не школьник в том числе. Вот. Так и для продвинутых людей тоже. Причем это дает там определенные дополнительные баллы при поступлении в бакалавриат, дополнительные баллы при поступлении в магистратуру. Потому что действительно есть люди, которые на очень высоком уровне в итоге все это выполняют. Это изначально онлайн-история, не потому что карантин, а потому что хотелось, чтобы вся страна в этом участвовала, она абсолютно бесплатная, и мы ее выведем постепенно на уровень, если кто знает, вот есть такая зафотеша фистеховская заочная школа. Вот мы по масштабу собираемся нашу школу глубокого обучения довести до такого уровня. Но и сейчас там уже больше 10 тысяч человек крутится. Вот. Мы ее ежегодно запускаем заново. У нее и оффлайн-вариант есть, который в фистехлицее реализовывался, там еще на некоторых площадках. Но я думаю, что для большинства слушателей этого канала важнее то, что есть онлайн-версия, и она, конечно, здесь главная. Так что присоединяйтесь, скоро будет новый набор. Я... Мы когда сделаем ролик, его как бы скомпонуем, да, смонтируем. Вот внизу будет просто по ссылке все. То есть вы сейчас... А, ну да. Когда вы будете это говорить, уже все ссылки будут. Я у Андрея Михайловича все ссылки спрошу, и мы поместим. Вот. Так что да, присоединяйтесь. А я хочу перейти к ненаучной, неучебной. Ну да, то люди скажут, что мы занимаемся тут одной рекламой. Хотя, ну понимаете, у меня просто... Мы занимаемся одной рекламой, или одной наукой, или там одной практикой. На самом деле Андрей Михайлович это чрезвычайно всесторонний человек, и не только французский язык знает, а еще имеет различные, так сказать, ну я бы сказал так, хобби, например. Ну и очень глубоко разбирается и в литературе, и там в музыке. Вот. И, ну вот я хочу вспомнить одно путешествие, которое мы вместе совершили. Было это в 2004 году. Это было после того, внимание, как Андрей Михайлович защитил докторскую диссертацию по математике в возрасте 27 лет. Ну, ладно, там до 28 оставалось 14 дней. Осталось две недели, да. Две недели. Я 4 июня защитился, 18 июня у меня день рождения. Вот. То есть три года была разница между кандидатской и докторской. Для примера у меня было ровно 10 лет. Вот. Ну и вот, значит, после этого мы взяли... После этого Андрея Михайловича образовался промежуток времени длиной в 45 дней, чего сейчас, наверное, нельзя в принципе вообразить даже ни в каком сне. Наверное, 45 минут уже не так просто. Вот мы тут... Да. Мы разговариваем в 8 утра первого из трех праздничных дней. Это единственное время, когда Андрей Михайлович смог выделить час. Но тогда Андрей Михайлович мог выделить поллета. Мы сели за Волгу, за руль. Было два водителя. Андрей Михайлович и Миша Дворников, мой одноклассник. И два пассажира. Это ваш покорный слуга, я. И Витя Пржилковский. Алгебраический геометр из стекловки. И мы, значит, четвером на этой Волге... Он сейчас алгебраический геометр из стекловки. Тогда он еще кем-то аспирантом был. Ну да, кого, да. Ну, Горбович тоже, в принципе, он уже был алгебраическим геометром из стекловки, но просто как бы только аспирантом, да. Или студентом. Я, кстати, не помню точно. Может быть, даже студентом. Я не помню тоже. В общем, либо студентом, либо аспирантом. Вот. И вот мы, значит, сели за руль и поехали. И доехали от Москвы до Владивостока за 26 дней. Да, в ту сторону 26 дней было, да. Потому что останавливались у всех моих друзей, которые жили вдоль Транссиба в каждом почти городе. Да. А когда становишься у друзей, в этот же вечер довольно сложно поехать дальше, там, чисто технически. И поэтому приходилось ночевать у друзей и уже уезжать на утро. А вот обратно было не 26 дней, а 16. Итого, значит, было 42 дня. Андрей Михайлович, что тебе запомнилось больше всего? Про это можно рассказывать сколько угодно вообще, про это путешествие. Но вот что тебе больше всего запомнилось, а уже про остальное народ найдет там в интернетах и где угодно? Нет, слушайте, я не знаю. Мне там очень много всего запомнилось. Я вот просто, ну, как бы все стоит перед глазами, потому что это действительно потрясающее было путешествие, очень крутое. Без техосмотра. Мы ездили без техосмотра. Это очень забавно, да. Тогда можно было ездить без техосмотра. Вот такие были годы. Не было камер. Можно было превышать скорость. Да. О, да. Нет, ну, конечно, я очень многое вспоминаю. И Байкал, конечно, был совершенно потрясающий. Как я перся на эту гору. Но я был худее, чем сейчас. По мне видно, вот если вы... Я сейчас не буду вставать и демонстрировать, но по лицу видно, что я не такой худой, как Алексей. Вот. А если вы посмотрите какие-нибудь записи в интернете, ну, или целиком фотографию, видно, что у меня брюхо приличное, конечно. Вот. Тогда, в четвертом году, я поменьше весил. Вот. Но все равно мне было очень тяжело ходить в гору. В общем, мы лезли на гору в курорте Аршан. На пик любви. На пик любви, да. Это называлось пик любви. Это хорошо запомнилось. Какой там перепад высот? 1200 или сколько? Я не помню. Я, значит, туда за два с половиной часа забежал. А я полз четыре часа. Да. Полтора часа ждали Андрея Михайловича. И он подошел к горе, напевая. Я иду, шатаясь от ветра. И меня входят на три метра. Это ухо. Не могу сказать, что я любитель этой группы. Просто Алексей ее регулярно слушал в машине, а мне уже было настолько плохо на этой горе. С меня столько потов сошло. Но, честно говоря, я довольно многих обогнал. Там были потолще меня люди. Помню, где-то в середине пути догоняют, значит, мужика. Такой он прямо как шар ползет, катится по дорожке. То есть он даже не на ногах, а как будто на пузе лезет. Вроде там тропинка такая, что на ней ногами легко стоять. Но там пары мест так довольно круто. Там под конец были некоторые места, но этот товарищ, я думаю, до того места не дошел. Вот. В общем, оказалось, доцент МАИ. Мы поговорили с ним мило, я пошел дальше. Но вообще ужас. То есть настолько мне, конечно, дыхания там не хватало. У каждой березы я останавливался. В висках стучит, в руках стучит, везде стучит. Я еще этот, как это называется, пульсацию вен. Песенку. Это мы тоже все время слушали? Да, вены пульсировали, что надо. Нет, я тоже не могу сказать, что я любитель этой группы. Опять же, ну так просто. Слушали постоянно, поэтому она стучала уже в висках, конечно. Вот. Да нет, ну, господи, очень много. Вот эта вот грандиозная сцена, когда мы с Аватеевым потеряли на обратном пути. Он там геокэшингом занимался, снимал какие-то эти, как называется, тайники. Да, я снял самый дальний тайник геокэшинга на тот момент, который только был в России. Он находился на полуострове Святой Нос. И в нем содержался справочный телефон ФСБ. Нет, ну, мы его потеряли. То есть он перестал выходить на связь в какой-то момент. Ни смсками, ничего. Сотовые-то уже были. У меня был сотовый. Мы ждали, что... Там было связи, да. Там вообще не было связи. И, значит, сцена главная, она была такая. Мы договорились вообще-то, что мы встретимся на обратном пути в Иркутске. Даже не в Иркутске, а в Слюдянке. Вот. На Байкаре. А расстались, потому что так вот было удобнее. Алексею было удобнее снимать этот тайник, если ехать на поезде. В общем, во Владивостоке расстались. Он поехал, значит, снимать тайник. А мы поехали просто на машине в обратный путь. И в Слюдянке нет никакого саватеева. Ну, нет. И все тут, что ты сделаешь, нету. Зато снег идет летом. Не, вот это вот сейчас будет, да. В самой Слюдянке ничего не было, нет. Ну, просто вот мы пришли в эту школу. Нет никакого Алексея, значит. Поехали дальше. Думаем, наверное, приедем в Иркутск. Уже там будем разбираться, где он пропал, чего. Ну, не хочется обращаться в милицию. Тем более, что даже регионы разные, то есть, искать сразу не будут. Это бесполезно более или менее. То есть, мы в патовой ситуации, мы ничего не можем. Но до Иркутска мы не доехали. Потому что случилась ночь, и пошел снег. Это был конец августа, а там перевал, и на перевале пошел снег. Но самое сие было не в том, что снег пошел, а в том, что мы решили все-таки остановиться, ночевать. Ну, и как водится, мы свернули с основной дороги и еще раз свернули. Потому что боялись, ну, бандиты какие-нибудь. В общем, старались всегда делать два поворота. Один с основной дороги, и потом еще с этой второстепенной куда-нибудь в бок. Значит, дождь льет со снегом, что-то жуткое совершенно встали. Там разложили прямо сидение в машине, никаких палаток, просто в машине спать. Я снял ботинки, я за рулем сидел. Виктор сел, наверное, на соседнее сидение, он крупный парень, такой высокий. А Миша Дворников, он худой-худой, прям как спичка. И мы его разместили просто между нами, там где этот, как называется, ручник. Ну, так он как-то там поместился. Вот, все уже разложились, легли. И вдруг стук в окно. В окно стук, ну, ужас какой-то. Я, значит, чуть-чуть приоткрываю окно, все пумпочки эти опущены, чтобы машина была закрыта. Снаружи не откроешь. Вот. Как вот в каких-то этих, как это называется, даже, я не знаю, фэнтези там или что-нибудь такое, да? Ночной дозор, да? Появляются два человека в таких капюшонах, вот таких, и бушлатах. А за капюшоном лица нет. Просто вот нет лица. Вот капюшон, ничего не видно, и дождь стекает вот так. Ну, страшно, конечно. Не, ну, они говорят, что это какая-то военная зона, вам здесь стоять нельзя сваливать отсюда. Слава богу, обошлось. Вот, ну, и дальше, значит, мы прямо как на плавучей кровати по этой грязи выезжали оттуда. Ну, потому что я так, я испугался ужасно, они такие суровые, в общем, эти капюшоны оказались. Я даже не стал выпрямлять спинку кресла. А это сложно, в Волге там надо как следует покрутить тяжелую ручку. Это не то, что на кнопочку нажало надо, пац. Вот, и, в общем, Дворников, по-моему, даже не поднялся, или наоборот, Виктор не поднялся, я уж не помню. Но помню, что это выглядело, как едет кровать, а навстречу снег летит. Вот так вот снег. Ну, тоже, да, хорошее воспоминание. Да не, ну, очень много чего было, как Марс Крябинский, когда за нами погнались бандиты настоящие. Да, ладно, так можно бесконечно вспоминать. Я думаю, что не будем пугать, пугать, я как на стриме ее расскажу на своем, пугать сейчас, мы же все-таки частично хотим призвать людей на физтех, а они решат, что не придут на физтех, а потом за ними будут бандиты в каком-нибудь нашем провинциальном городе кататься через 10 лет, когда они его закончат, и поедут еще на Волге куда-нибудь на Чукотку. Да не, ну что вы, Челябинск вообще лучший город, я каждый год там бываю, очень-очень-очень классно. Отличная школа, конечно, и лекции я там с огромным воодушевлением читаю, в общем, и школьников у нас из Челябинска полно. И из Дальнего Востока у меня был студент, я, говорит, из Зеи, вы, наверное, не знаете, что это такое, ага, как же, не знаю, там был. Проезжал. Проезжал, да. Да-да-да, я тоже часто, я часто поражаю слушателей тем, что я был в окрестности их места проживания, вот. Ну, действительно, мы с Андреем Михайловичем довольно большую часть страны объездили, но это ладно, это не будем хвастаться, а я хотел спросить, Андрей, у тебя такую вещь. Вот как мы познакомились, хочу вот вспомнить в заключительном этапе, да? Ну, это ты лучше, наверное, вспоминаешь, чем я, но вот ты вспомни. Да, я вспомню, да, и заодно, значит, я, да, расскажу про некоторые пристрастия Андрея Михайловича, которые я тоже, в общем, отделяю. Так вот, значит, 94-й, что ли, год? Нет, 99-й, наверное. Да, нет, нет, я уже, конечно, аспирант. Может, 7-й даже, в 99-м мы уже, наверное, были знакомы вполне так. Нет, лыжи-то были, наверное, в 2000-м все-таки году, или в 99-м как раз, а... Ну, да, может, 90-м... Нет, пораньше, пораньше. Все, я понял, это, наверное, 98-й, потому что я был на пятом курсе, 98-й. Правильно, потому что я еще не ходил 100 километров за один день, а прошел я ее первый раз в 99-м. Поэтому я помню, что мы вот наш маршрут этот, вот когда мы встретились на 70-ке, он для меня тоже был, ну, как бы, такой на пределе. Вот, и вот, значит, сижу, я готовлюсь к какому-то экзамену по английскому языку, а напротив сидят два человека. Один такой небольшого роста, черный такой, с бородой, ну, как сейчас. Да, я бороду отпустил как раз между вторым и третьим курсом, когда произвел первый математический результат. Решил, да, что уже можно это. Вот, значит, рядом сидит какой-то парнишка высокий и, ну, так, излагает такую обычную либерастическую точку зрения, что вот советский фильм — это, значит, ну, отстой, ну, и вообще советское творчество — это отстой, вот, ну, как бы. А вот, который низенький, он говорит, да нет, говорит, я так люблю «Свинарка и пастух» фильм. А дело в том, что ровно в этот момент, ровно в этот момент, вот буквально за два дня до этого, так вот вышло, такие перипетии в жизни бывают. Я ходил в «Иллюзион» утром посмотреть какой-нибудь фильм там, но что-то я перепутал расписание, там не было, я хотел Феллини смотреть или Гадара, ну, там, в то время мы любили вот этих вот культовых людей, а не было ни Феллини, ни Гадара, зато было «Свинарка и пастух», и на него пускали пенсионеров и их внуков. И одна бабушка говорит, слушай, сыночек, а хочешь посмотреть действительно хороший фильм, вот, действительно хороший, тут каких-то Феллини с Гадарами ищешь, а хочешь посмотреть по-настоящему? Вот, и вот я, значит, подумал, почему бы нет, а она сказала, что это мой внук, мы, значит, прошли, я увидел фильм «Свинарка и пастух», и он, как бы, мне действительно очень понравился, то есть он такой вот оказался для меня неожиданно на тот момент, я тоже, на самом деле, в это время я был, ну, как бы сторонником таких воззрений, ну, либерастического толка, это я потом там стал немножко менять свои представления о мире, но мне он понравился, вот, он, как бы, я помню, что вот, у меня какое-то чувство было, что, с одной стороны, вроде как такие фильмы не принято в нашей тусовке любить, а с другой стороны, он мне понравился. И через два дня я слышал, знаешь, Андрей Михайлович говорит, что это вот, и я его заметил, я Андрей заметил, я так, как бы, не познакомился в этот момент, но заметил. А буквально через пару недель мы, значит, идем на лыжах, Стане Воробьевой, которая, значит, однокурсница или даже однокрупница, как твоя. Нет, ну, вот я только скажу, что это было не через пару недель, а через пару лет или через год, по крайней мере. То есть я успел тебя забыть, ты меня узнал, а я тебя забыл. Наверное, еще раньше, потому что я уже, я помню, что тогда я сотню еще не ходил. Ну, может быть. Ну, в общем, да, спустя некоторое время, вот, и мы, значит, со Шварцем и Стане Воробьевой пошли на, значит, на 70 километров от, ну, грубо говоря, от Поварова до Калистова, ну, там, 70 с лишним, и мы там что-то заблудились на начале, мы на электричке стартовали там в какое-то время, которое еще абсолютно темно. И мы пока блуждались со следующей электрички, Андрей Михайлович с кем-то еще, ехал тем же маршрутом, по крайней мере, ну, видимо, планировал 40 пройти, да, скорее? Планировал, да, планировалось пройти, ну, вот эти 40 или 45, сколько там от Поварова. Ну, да, до Мороза. До Мороза, да. До Мороза. Но потом, да, и Таня говорит, ой, Городский едет. Вот, и я, значит, узнаю того самого молодого человека, который, значит, студент сидел тогда напротив, вот, ну, и как-то вышло так, что мы поехали вместе, и потом почему-то так вышло, я уже не помню как, но вышло, что мы тебя взяли на 70, правильно, дальше, до Калистова. Там был вопрос ко всем просто, кто дошел до Мороза, а не хотим ли мы пойти в Калистово. Да, да, точно. Я чувствовал себя в силах, я сказал, давайте пойдем. Вот, и мы, значит, уже на очень поздней электричке, после 70 с лишним километров, мы уезжали из Калистова, там, подробности этой поездки я тоже не буду вспоминать сейчас, но мы уже после этого, мы уже после этого познакомились и очень подружились. Вот, ну, а потом я узнал, что Андрей Михайлович очень любит советские песни, очень красиво и трогательно их поет, и я думаю, что даже в интернете, несмотря на то, что Андрей Михайлович очень скромный, найти можно эпизоды. Да, мне кажется, что можно даже, хотят ли русские войны найти, на самом деле. Да, на самом деле можно найти, вот, так что вот я, так сказать, наверное, на этом и, о, как раз 57 минут, на этом я, пожалуй, и совершаю наше замечательное часовое интервью. Ну, конечно, я всех призываю поступать на физтех, но это и так очевидно, я думаю, по ходу интервью было. Вот, Андрей Михайлович, тебе я желаю дальнейших творческих успехов, профессиональных успехов, расширения всего этой империи, и чтобы, ну, на самом деле, я от себя, как квасного патриота и ватника, добавлю, чтобы как можно меньше народу уехали за границу. Вот, если вы попадете в физтех, у вас будет огромное количество возможностей остаться на родине. Совершенно верно, да, мы на это тоже очень ориентируемся, то есть, я бы сказал так, у вас будет огромное количество возможностей познакомиться с замечательными иностранными учеными, съездить к ним, постажироваться, поработать с ними, наоборот, принять их на площадке физтех, потому что у нас есть масса международных лабораторий, многие приезжают, наоборот, к нам, когда нет карантина, и отлично здесь работают. Вот Яна Шпах, такой замечательный математика, открыл с прошлого года очень мощную лабораторию с кучей иностранцев. Познакомиться, поехать, получить опыт, перенять его, привезти его обратно, это замечательно, это мы предоставим массу возможностей. Но мы тоже будем призывать вас всех оставаться с нами, у нас очень круто, очень интересно, и мы, конечно, чемпионы по вот этой движухе и по тому, как быстро, активно строимся и развиваемся. Поэтому, в общем, физтех однозначно, да. Также у физтеха много разных друзей по России, в том числе и Майкоп, и Нальчик, но об этом я отдельно, значит, часто рассказываю в других роликах. Физтех это... Ну, регионом мы открыты, конечно, Машкавказский мат-центр. Гигантской научной паутины, которая охватывает всю страну. Ну что, Андрей, спасибо тебе огромное, что нашел целый час времени. Ну, хорошо. Оно будет долго еще выходить, потому что мы будем там, ну, всякие прибавлять, где-то, наверное, формулировки задач сделаем, где-то там что-то подмонтируем. Ну, в общем, через какое-то время оно выйдет, но когда вы будете смотреть, значит, знайте, что мы его записывали в день, ну, как бы это называется, день независимости, да, России, некоторые люди... Это очень странный день, если честно, я не знаю, нужно это говорить или нет. По днем потери независимости есть и такой. Но это все ладно, это политика, а мы, значит, мы на Физтехе делаем свои дела. В общем, мы это записывали 12 июня в 8 утра. А когда это выйдет, мы поглядим. Вот так. Всем пока. Андрей Михайлович, огромное тебе спасибо. Хорошо. До свидания. Нет. Спасибо. Продолжение следует...